Всем привет! Много вопросов поступило по поводу свиноматки, почему я её купила. Вроде как у меня свои поросята хорошие были по показателям породности. Я как-то снимаю видео про животных, но особо никак не могу собрать все мысли о том, что я в принципе, к чему я иду, какие у меня планы на ближайшее будущее. Получается, так как там постоянные проблемы с работниками, как я уже поняла, с коровами нам будет сложновато, пока там негде жить. Так как сейчас планируется ремонт, точнее не ремонт, а достраивание дома постепенное, по мере возможности, приходится как-то подстраиваться под работников, потому что либо работать там самим, но так как там негде жить, это в принципе невозможно, либо брать тех животных, с которыми в принципе работники пока справляются. И это такие животные, которых не нужно доить. Как бы вроде как работники-то и доят их, но качество доения, так как всё-таки молочные животные, они очень сильно подвержены маститам и всему остальному, недодаиванием, естественно, лудой падают, даже если что-то типа того случается. Поэтому в планах перейти как-то более на свиней. От коров я не отказываюсь, корова мне очень понравилась. В принципе, пока она была здоровая и всё было с ней хорошо, в принципе, она себя окупала и приносила достаточно нормальные деньги. Вот. Поэтому я покупала свиноматку. Так как в сарае 5 родильных клеток, то есть в принципе 5 родильных клеток, с учётом того, что свинью заселять где-то за 2 недели до опороса, плюс 6 недель после опороса она сидит с поросятами, то есть каждая клетка занята где-то 2 месяца. То есть можно сделать 3 такие группки по 5 свиноматок. То есть в принципе у меня пока сарай рассчитан на 15 свиноматок. Именно для рождения поросят и продажи поросят. В дальнейшем, конечно, я бы, может, и пришла к выращиванию на мясо, так как в принципе это всё выгодно, с учётом, если закупать корма где-то дешевле, либо делать зерносмеси самим. То есть в принципе достаточно просто, там естественно необходим объём. Итак, по свиноматкам у нас сейчас получается ландрасиха. Одна ландрасы с крупной белой, там какая-то смесь. Две крупные белые, две мангалицы, одна мангалка, одна кормалка. Они будут ещё раз идти на покрытие и уже через раз, ну то есть после того опороса они уже будут идти на откорм и на мясо. То есть естественно я хочу постепенно прийти к большим свиньям. То есть к тем, на которые больше спроса. И естественно поросят стоят дороже. Плюс у нас дюрок и дюрок с ландрасом, смесь вот эта, которую я купила, новая свинка. Но дюрок у нас, у неё проблемы с ногами сейчас. Уже в принципе она идёт на поправку, но насколько будет возможно её отправить на покрытие, это ещё у нас под вопросом. Плюс у нас там несколько свиней на мясо. От вьетнамок мы уже избавились, как вы поняли. Их уже нет у нас в списках. То есть получается у нас 9 свиноматок. 10 уже вместе с новенькой. То есть ещё в принципе для 5 свиноматок у нас есть место. Плюс ещё 2 свиноматки, мангалка и кармалка пойдут на мясо через опорос. То есть ещё через 4 месяца примерно, ещё нужно будет 2 свиноматки. Вот. Так, что я ещё хотела сказать. По поводу расходов на свиноматок. Сейчас у нас в принципе уже некоторые поросята попродавались. От одной свиноматки у нас уже все поросята продались. Я, конечно, хотела там оставить что-то для себя. Но, естественно, с учётом того, что сейчас какие-то новые свиноматки нужно покупать. Плюс какие-то планы там по ремонту, по свету, по воде, по всему такому. Поэтому, как бы, деньги тоже нужны. Поэтому, если есть какие-то выгодные предложения, естественно, я от них не отказываюсь. Поэтому от дюрчихи продали всех поросят. Один был меньше, я его не хотела продавать, хотела ставить на мясо. Но там люди приехали тоже выпросили, хотя я предупреждала. Но я им просто... Ну, то есть он просто был самый маленький из опороса. Я им скинула цяну, и они его с удовольствием забрали. Так, по расходам у меня получается, если я кормлю зерном... Хотя, как вы знаете, кто меня смотрит, очень редко получается, что я кормлю зерна смесью. Либо комбикормами. Чаще всего мы кормим либо отходами со школы, либо какими-то другими отходами, которые можно взять. Либо это овощи, хотя овощи реже, так как с ними проблематичнее в плане готовки, там, либо еще чего-то. Либо это хлеб с добавлением каких-то других добавок. Либо сейчас еще может что-то получится с другими отходами. Ну, будем смотреть. Но с таким объемом все-таки для отходов со школы, ну, то есть их достаточно мало. Либо нужно искать еще дополнительно, но это нужна большая машина, потому что на это это максимум, что можно возить. И то у меня уже два раза торсион лопался из-за отходов. Милушка, только не сбрось мне камеру. По расходам на одну свиноматку, если кормить чисто дробленым зерном, ну, то есть зерносмесью, добавлять какие-то витамины, премиксы, ну, чисто минимально. Для меня, в принципе, это выходит недорого. Если закупать это объемом, смешивать, у меня есть своя дробилка. Поэтому здесь, как бы, я считала по 0,45 копеек за килограмм. Это, в принципе, чуть дороже, чем стоимость зерна. Получается, беременная свиноматка у нас кушает 4 килограмма зерносмеси. Ну, я буду назвать корм. Понятно, что плюс-минус 4. По 45 копеек это получается 1,80 рубля в день. Естественно, в начале беременности она кушает меньше, в конце беременности она кушает чуть больше. Получается, на 111 дней это 200 рублей. С поросятами получается, она кушает чуть больше, с учетом того, что килограмм где-то съедает поросята. Естественно, сразу они не кушают, а потом уже они начинают кушать больше. Но мы считаем, за 45 дней, пока свинка кормит поросят, подкармливает, у нас получается 2,25 за день рубля. Это 100 рублей за откорм. Плюс восстановление свиноматки, она кушает 3 килограмма корма, как это норма. Естественно, мы что-то там добавляем, иногда травы даем им, иногда там еще чего-то. Поэтому получается еще 30 рублей на восстановление свиноматки. Плюс стоимость работника. Если у нас есть работник, у него есть определенная зарплата, я примерно его разделила на животных, ну то есть на группы животных, допустим, на те, которые приносят мне в общем какую-то более-менее прибыль. То есть это отдельно свиноматки, отдельно корова, отдельно птица, отдельно общей группой овцы и козы. То есть у меня получилось, что в день с одной свиноматки идет 70 копеек на работника. На 177 дней это получается 125 рублей. Итого у меня уже в сумме получается 455 рублей. Плюс лампа для обогрева поросят 15 рублей электричества. Плюс витамины и железо, которые мы прокалываем 2 раза минимума, это 10 рублей. Плюс опилки, там вода, это 10 рублей. Для этого у нас получается 490, то есть 500 рублей округляем в большую сторону. Это 250 долларов, чтобы если кто-то из других стран смотрит. 250 долларов свиноматка обходится нам от момента покрытия до момента восстановления после поросят. Сейчас объясню, почему я не считаю выкармливание поросенка и покупку поросенка с маленького. Потому что сколько бы нам, то есть нам обходится свиноматка, вместе с ее покупкой, если мы ее покупаем, если со своих портят, естественно, это еще дешевле, откорм там получится не дороже, чем мы ее продадим после опороса на мясо, допустим. Поэтому я считаю, что здесь мы ушли в ноль, просто откормили, потом продали ее на мясо. То есть мы считаем вот такими периодами. Это получается 500 рублей. Сейчас расскажу вам по поводу того, ну, примерные цены по поросятам, сколько можно заработать. У нас уже, ну, естественно, это все зависит от поросят. Поэтому я хочу прийти более к там ландрасам, дюркам, крупной белой какой-то, может мангалит. Посмотрим, как они себя проявят. По дюрку, допустим, если брать среднюю цену 150 рублей, у нас было 10 поросят, то есть если мы их все продали, это получается 1500, это получается 750 долларов. То есть, грубо говоря, у нас 500 долларов получается прибыли с опороса. Я уже снимала видео про прибыль от свиноматок там или еще от чего-то, ну, со мной там много кто спорил по поводу этого, говорил, что как ты можешь считать, там у тебя нет опыта и всего остального, но сейчас я уже могу конкретно сказать, сколько она съедает и сколько можно от нее заработать. Вот с нее, ну, то есть с одного пороса, естественно. Это с учетом того, если кормить зерном. Естественно, опять же говорю, если кормить какими-то отходами, найти где-то дешевле зерно, либо еще что-то, получится это все вам в плюс, естественно. Вот. Допустим, от ландрасихи у нас меньше поросят продалось, но уже, по крайней мере, она себя купила, с учетом того, что у нас были сложные поросы. Вот, и есть разные поросята под корму, но, по крайней мере, от нее я оставила себе 2-3 свинки, потому что свинья очень хорошая, плюс она себя купила и еще принесет прибыль, потому что у меня еще несколько поросят от нее есть. Вот. Также белая там с мангалкой, с мангалицей, допустим, с мангалом, хряком нашим, а те еще остальные малыши я не продала. Ну, они еще поменьше по возрасту получается, но, естественно, они и кушают меньше. По корове, что я хотела сказать, чтобы примерно вам... Потому что, в принципе, я уже говорила, что она у нас болеет, и уже достаточно давно мы ее лечим, и, скорее всего, у нас с этим ничего не получится. Но, так как она дает достаточно много молока, с учетом того, что у нее больная доля, и проблема уже со второй долей, ну, то есть она доится, но чувствуются небольшие внутри уплотнения. Но она, как бы, в сутки дает более 20 литров, с учетом того, что у нее уже 4 месяца лактации прошло примерно. Поэтому, и, как бы, молоко идет для подкорма поросят, то есть нам она, в принципе, как бы не напряжена. Так как она уже... Мы ее покрывали 4 недели назад, либо 3, сейчас, пока охоты не наблюдается, если она вдруг покрылась, то, естественно, мы ее будем держать, если у нее не будет каких-то серьезных проблем со здоровьем, будем держать до ее отела, чтобы получить еще одного теленка и вернуть себе деньги, затраченные на эту корову. Скорее всего, корова получилась нам... То есть мы ее, скорее всего, купили уже с патологией, потому что такие болезни, они... То есть такие бактерии, вирус, то есть тот, который у нее есть в доле, если нам правильно лаборатория сделала анализ. Ну, у нас почему-то обе лаборатории дали разные результаты. Ну, то есть, скорее всего, нам все ведь врачи, с которыми я консультировалась, сказали, что ее продали с патологией. Не зря многие меня отговаривали, но, как говорится, учатся все на своих ошибках. Теперь я уже хотя бы попробовала поработать с коровой, поняла, что и как, и какие сложности, какие проблемы. К коровам, в принципе, я бы, может, и хотела вернуться, но, естественно, это уже будет позже, когда там будет постоянно кто-то жить, либо это я, либо это будет кто-то из моих близких родственников, ну, то есть, когда там будет возможность проживания. Ну, пока она нам в плюс, она помогла нам выкормить поросят, и теленок до сих пор пьет молоко, поэтому, как бы, я думаю, что это только в пользу. Естественно, можно было доить две доли отдельно и использовать это молоко, а так как мы уже корову не лечим, она у нас отдыхает уже достаточно давно, наверное, недели три. То есть, в принципе, молоко можно использовать в пищу, но так как мне на данный момент проще доить ее аппаратом, и она все-таки выдаивается лучше, эта доля, потому что рукой она очень сильно бьется, аппаратом, в принципе, она стоит, кушает и не реагирует. Вот, поэтому мы пока используем все молоко чисто животным. Сейчас нам еще предлагают одну корову на обмен. У нее тоже были определенные проблемы с выменем, но, возможно, завтра, позавтра мы поедем ее посмотрим. Если она дает молоко, если у нее нет особых проблем, скорее всего, мы ее заберем. Как минимум, опять же, для того, чтобы кормить, подкармливать поросят, если вдруг у нее там появятся со временем проблемы, потому что, как я понимаю, что эта бактерия, которая у нашей коровы, если она эта, ну просто, опять же, я говорю, что у нас две лаборатории разную дали оценку, она передается там салфетками, аппаратом и всем остальным. С учетом того, что у меня такие работники не очень ответственные, я подозреваю, что та корова тоже может заболеть, ну, если она уже чем-то не болеет, потому что цена достаточно низкая, а, ну, как бы, естественно, сами понимаете, сколько стоит корова. Будем смотреть. На крайний случай будем использовать ее для рождения теленка и от корма там теленка и там поросят, если вдруг будет молоко. Вот такое получилось видео по планам. Естественно, там птица остается, овцы, скорее всего, переедут по возможности на улицу, им будет сделан определенный загон на вес, наподобие, в чем они жили раньше, чтобы их не держать в этом сарае из блоков, а там со временем будут клетки для от корма свиней. Вот такие планы. Как бы, если кому-то понравились они, ставьте обязательно лайки. Если кому-то не понравились, пишите, почему не понравились. Может, кто-то что-то посоветует. В принципе, я комментарии читаю, и мне интересно даже. Поэтому всем пока и всего доброго!